Коррупция на этой неделе обсуждалась и на международном уровне, вызовав даже обмен мнениями, говоря языком дипломатов, между пресс-секретарями Белого дома и Кремля. Это была реакция на фильм по телеканалу BBC, в котором замминистр финансов США Адам Шубин обвинил президента Путина в коррупции. Доказательств ни он, ни BBC никаких не представили, даже намека на доказательства. Тем не менее, Белый дом под этим подписался, а на это уже отреагировал Кремль. Ведь бездоказательное обвинение в мировой политике это уже совсем плохая игра. Кстати, на неделе один мыльный пузырь уже лопнул. Европейский суд признал ошибкой санкции, введенные против бывшего премьера Украины Азарова и министров его кабинета. Ведь доказательств от украинской прокуратуры, которые до сих пор в Европе верили на слово, наложив санкции с формулировкой «могут быть причастны к выводу средств Украины», так и не последовало. Но коллег Георгий Алисашвили разбирался, кто и зачем в Вашингтоне решил разыграть такую сомнительную комбинацию, достав из рукава крапленую колоду. Ни громкое название, тайное богатство Путина, ни авторитетный источник британская BBC не сделали из этого фильма сенсацию. За тревожной музыкой и рваным монтажом поток уже набивших оскомину намеков и аллюзий, преимущественно от соратников беглых олигархов. Предположение, допущение, пересказ слухов. Ни одного факта. Это классический пример журналистики мнений, причем весьма сомнительных. Но одно мнение все же выделялось. Не последний американский чиновник весьма абстрактно рассуждает о том, как российский президент скрывает свои несметные богатства. И журналист задает прямой вопрос. Владимир Путин коррумпирован? Мы считаем, что да. Как давно США знали о том, что Владимир Путин, как вы сказали, коррумпированная фигура? Я думаю, что много-много лет. Логично было бы предположить, что после такого заявления в фильме будут представлены хоть какие-то доказательства. Но сеанса разоблачения так и не случилось. Этот выпуск программы «Панорама» удивил меня, потому что он не похож на другие ее выпуски. После опроса русских, живущих за границей, они показали американского чиновника с совершенно определенными обвинениями. Меня это поставило в тупик, потому что если вы делаете британскую программу с обвинениями российского президента в коррупции, зачем ехать для этого в Штаты? Конечно, Путин может подать на них в суд. Но это была такая односторонняя пропагандистская программа, что гораздо достойнее отпустить ситуацию, потому что люди сами все отлично видят. Фильм был настолько нелеп, что его не оценили даже российские оппозиционные ресурсы, которые так и писали. Смотреть не стоит. И к концу недели его многие уже успели подзабыть. Но из Вашингтона пришел новый выпад. На этот раз лавры разоблачителя решил примерить пресс-секретарь Белого дома. На этой неделе представитель Министерства финансов США заявил Би-Би-Си, что Путин коррумпировал. Разделяет ли администрации президента Обама это мнение? Я думаю, что оценка Министерства финансов наилучшим образом отражает мнение администрации. Очевидно, что Министерство финансов несет ответственность за обеспечение санкций. И очевидно, что существуют значительные санкции, которые применены против России из-за ее дестабилизирующей деятельности внутри Украины. Одно дело плохое кино с претензией на документальность. Совсем другое слово официального представителя Белого дома. Именно такой статус имеет пресс-секретарь Джош Эрнест. На подобных брифингах он озвучивает не персональную точку зрения, а официальную позицию своей страны. Заявления моего коллеги в Белом доме мы считаем неприемлемыми с точки зрения общей практики международных отношений. Мы считаем это заявление возмутительным и оскорбительным. Подобные оскорбления в адрес главы государства голословные. Это настолько очевидно, что, честно говоря, трудно поддается какому-то анализу. Для нас это абсолютно невозможно даже представить. Я честно скажу, что если бы я, например, допустил бы подобные оскорбления в адрес президента США, меня бы уволили. Пресс-секретари американских государственных ведомств последние годы не раз путали страны, о которых говорят, передергивали факты и несли околесицу. Некоторые, как Джен Псаки, даже стали героями анекдотов. Но переходов на личности прежде не было никогда. Представитель Госдепа Тонер уже заявил, США не располагают информацией о состоянии Путина. То есть фактически опроверг утверждения чиновника Минфина, на который ссылается Белый дом. И в этой неразберихе ясно одно – отвечать за слова никто не хочет. Есть документы, проявите, и мы будем дискутировать о реальных вещах, которые мы знаем. Иначе не получится. Но здесь это очевидно, что документы не важны здесь. Это вот этот перекод к оскорблениям. По-другому не могу назвать это поведение. Это очевидно, что идет кампания по дискредитации Путина. Возмущение по поводу, цитата, надуманных и беспардонных обвинений своему американскому коллеге выразил Сергей Лавров. Джон Керри, как ни в чем не бывало, звонил обсудить сирийский кризис. Действия вашингтонского истеблишмента, который, с одной стороны, обвиняет российских лидеров в тяжелых преступлениях, а с другой ищет контакта с ними в ключевых вопросах внешней политики, многие объясняют банальным конфликтом интересов внутри самой американской элиты. Сейчас грядут переговоры по Сирии. И совершенно кажется очевидным, что вся эта атака на Путина, она предпринята для того, чтобы каким-то образом изменить расклад сил на этих самых переговорах по Сирии. А ведь не прошло и двух недель с момента публикации доклада британского суда по делу Литвиненко. Материалы провального, как писала лондонская пресса следствия, были рассмотрены на так называемых общественных слушаниях. Но общественности, по сути, так ничего и не рассказали. Не был опубликован даже стандартный в деле об убийстве отчет судмедэксперта, над чем настаивала Москва. Ключевые свидетели засекречены, их показания тайна. Британские спецслужбы прямо сказали, есть данные, но они неприемлемы для суда. Зато оказались приемлемы для судьи Роберта Оуэна. В его докладе сказано, Владимир Путин, возможно, причастен к убийству Александра Литвиненко. Еще раз, возможно, причастен. И в этом сложно не увидеть систему. Бездоказательные обвинения и США, и Британии звучат одно за другим. Как раз в тот момент, когда в Европе снова заговорили об отмене антироссийских санкций. В рядах Европейского Союза явно наметились иные настроения. Настроения в пользу восстановления полномасштабного сотрудничества с Россией. И, как мне представляется, американцам это не нравится. Пытаясь дискредитировать российского президента, просто-напросто вставляют палки в колеса наметившемуся улучшению отношений между Россией и Объединенной Европой. Создание негативного информационного шума вокруг фигуры Путина эксперты называют еще и последней отчаянной попыткой повлиять на настроение внутри самой России. В которой, несмотря на санкции и очевидные экономические проблемы, рейтинг поддержки президента остается стабильно высоким. Расслоение в элитах не произошло. Революционные никакие движения в элитах не произошли. Что взять промышленников, людей крупного бизнеса, что чиновников. Этого не произошло. Значит, следующий этап, второй этап отстранения Путина от власти, это травля его, превращение его в международную парю. Типа Ахмадинеджада, если помните. Значит, это не зависит теперь уже от правды и истинности. Никаких подтверждений не надо. Просто главный калибр, Белый дом Соединенных Штатов Америки, будет теперь заниматься антипутинской пропагандой. Бросается в глаза и то, что таких откровенно хамских выпадов в адрес Москвы Вашингтон не допускал даже в разгар холодной войны. Американские СМИ уже окрестили Барака Обаму одним из самых слабых лидеров США за всю историю. Режиссер-документалист Майкл Мур, автор нашумевшего фильма-расследования «Фаренгейт-9.11», коротко и ясно сформулировал, почему. Когда будут писать историю нашего времени, а вас будут писать так. Он был первым чернокожим президентом. Ну да, неплохое достижение. Но на этом все. Это все мистер Обама. Через сто лет будут говорить. Он был первым черным американцем, которого избрали президентом. И больше ничего. Вы были президентом восемь лет, а людям нечего вспомнить. Поэтому не исключено, что искусственный, по сути, скандал потребовался теряющим поддержку избирателей, демократам, чтобы подправить свой рейтинг, что называется добра в очки за счет нападок на Путина, которого та же американская пресса называет лидером сильным. Когда речь идет о лидере мировой державы, да еще с таким уровнем поддержки населения, о котором наши американские политики могут только мечтать, крайне безответственно делать такие заявления, не исключенная связь этих заявлений с выборами в США. Вся эта незаслуженная демонизация Путина укладывается в эту концепцию. Между лидерами России и США существует элемент состязательности. Надвигаются выборы в США, и Обама не хочет выглядеть слабее. При этом в самих штатах граница допустимого широки настолько, что оборот лоббистских контор, посредников между богатыми избирателями и сговорчивыми политиками, превышает 3 миллиарда долларов в год. А схема «деньги в обмен на пост» не коррупция, а особенности национальных выборов. Так многие, поддержавшие Обаму, бизнесмены, разъехались по всему миру в статусе послов США. Обама, однако, назначил больше людей с такого рода политической финансовой биографией, чем предыдущие американские президенты. Но вот я не видел, чтобы даже политические противники Обамы по этому поводу говорили о коррупции. Белый дом уже успел оперативно откреститься от дальнейшей полемики на тему коррумпированности российских властей. Представитель Совета национальной безопасности Марк Строу перевел стрелки на Министерство финансов. Мол, за комментариями теперь только туда. В Минфине молчат. Нет ни доказательств, ни опровержений, ни извинений. Тишина. Нет ответа и на требования Кремля разъяснить прозвучавшие высказывания. Очевидно, потому что к этим громким по форме, но пустым по сути обвинениям сложно что-то добавить, не потеряв лица. Георгий Алисашвили, Надежда Каширская, Андрей Маслихов. Воскресное время. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok